Всем привет! Меня зовут Сковска Ирина, агентство Grand House. В общем, я решила продолжить свои репортажи, скажем так, про город Пушкин, про Павловск, потому что мне сегодня, честно говоря, было так приятно. Сегодня мне позвонил человек из Выборга, он живет в Выборге, и сказал, что посмотрел мой ролик, первый самый ролик, где я рассказывала про Пушкин. И сказал, что благодаря ему он решил, что это именно то место, которое, в общем, идеально для него подходит, чтобы переехать и жить. Честно говоря, было безумно приятно, я даже такого не ожидала. Вот, и я решила продолжить рассказы и вообще там, ну, как сказать, в общем, про все подробности жизни здесь рассказывать. Сегодня хочу рассказать про пробки, а точнее их отсутствие, наверное, потому что я очень часто слышу про наши вот места, про Пушкин и про Павловск, что, мол, сюда не добраться из города, тут вечно какие-то дикие пробки и все такое прочее. Вот сейчас пятница, сейчас вам скажу, чтобы не соврать, сейчас 18.35, то есть, в принципе, ну, самое такое пробочное время, я думаю, в городе, вот сейчас можете посмотреть по Яндекс.Картам, наверное, 7-8 бальные пробки уже. Я еду, вот сейчас я в Пушкине нахожусь, я еду в Павловск. Сейчас посмотрим, что у нас тут творится. На самом деле, могу сказать, что слухи о наших пробках, они очень сильно преувеличены, то есть, никакого такого прямо чего-то жесткого у нас здесь нет. Для сравнения, если сравнить с другими вообще районами города, наш это, ну, Пушкин и Павловск, это Пушкинский район. То есть, для тех, кто не знает, мы не Ленобласть, это именно черта города. Я могу сказать, что, ну, у нас с пробками, наверное, ситуация одна из самых таких вот, знаете, налайтить по сравнению с другими. То есть, если центральный район брать, там, по-моему, всегда пробки. Московский район тоже пробки, Фрунзенский район, ну, так, местами. Красносельский район там везде, по-моему, пробки практически. Ну, а север я вообще молчу. У нас, в принципе, ну, ничего такого страшного, в общем-то, нет. Я вот вчера ездила в центр города из дома, из Павловска. Я выезжала в 8.30 утра, потому что мне надо было приехать там ровно к 10 утра. То есть, у меня дорога заняла именно от дома до центра, ну, на площадь Восстания, где Московский вокзал я ездила. Дорога заняла полтора часа. То есть, основные пробки я собрала как раз в городе. То есть, я уезжала из Павловска. Дорога из Павловска до Пушкина у меня заняла где-то минут 35-40. То есть, это приблизительно на 10-15 минут дольше, чем я еду в обычное время там днем, когда вообще свободное движение. Дальше, что там, из Пушкина в город я выехала совершенно свободно. Вообще никаких пробок не было. И дальше уже было плотное движение как раз там на... Сначала на этом самом... А, сначала я пробку поймала на Дунайском, да, перед Виадуком. Ну, если кто в Питерске, тот знает. Значит, на Дунайском поймала пробку, на Витебском проспекте потолкалась. Ну, и на Лиговке, естественно, стабильные как бы затруднения движения. То есть, если сравнивать с городом, у нас вообще, ну, очень все. То есть, понимаете, вот, да, у нас могут быть какие-то пробки, там, какое-то затрудненное движение, но это настолько короткие отрезки пути, что вы не заметите разницы по времени. Но если я обычно еду там из Павловска до Пушкина, скажем, там 25 минут, 20 минут, да, ну, с учетом пробок, это будет 35, там, может быть, да, минут, там, 40 минут максимум, максимум. То же самое на въезд в Пушкин, там, в часы пик. То есть, ничего такого страшного. Но так могу сказать, что, не знаю, я ни за что бы. Я же раньше жила в Питере, да, в Купчино как раз я жила. Хотя Купчино тоже такой достаточно спокойный район, он спальный район. То есть, там тоже есть такие открытые пространства, где можно погулять. Есть какие-то водоемчики. То есть, в принципе, он такой не... Ну, не назвать его Скупчино слишком там каким-то оживленным, там, с сумасшедшим движением, да, такой район. Но по сравнению даже с Купчино, Пушкин, Павловск, это день и ночь. То есть, насколько здесь спокойно, как-то умиротворенно. В общем, после Пушкина, конечно, в Питер совершенно не хочется. Не знаю, я без лишней необходимости, честно говоря, в Питер даже стараюсь. Не выезжать. У нас совершенно какой-то свой другой ритм жизни. Абсолютно какой-то более такой спокойный. Ну и, конечно, в разы больше зелени. И что самое главное, мне нравится, что здесь малоэтажная застройка. То есть, вот она как-то, она не давит на тебя, вот как-то взгляду открывается простор. Ой, такая красота. Вот я сейчас еду, вот жалко мне не переключиться. Я бы вам показала, очень красиво. То есть, я еду по улице Архитектора Донини. Она так немножечко уходит вниз. И передо мной открывается вид на Павловский парк. Это, конечно, просто шикарное зрелище. Причем в любое время года вообще очень красиво. Ну вот, сейчас я доезжаю до первой такой, ну скажем, пробочки. Да, вот по улице Архитектора Донини. Несколько улиц сужается в одну, которая с односторонним движением. И там двухполосное движение. Вот по ней сейчас я потолкаюсь. Но максимум это займет у меня 10 минут. То есть, ничего страшного. Дальше мы проедем мост. Нырнем под мостом направо. И все, дальше уже все свободно. В принципе, вот вся пробка. Пятничная причем. Пятничная. Все едут на дачу, учтите, да. Это, в принципе, вся пробка, которая между Пушкиным и Павловском. Там ничего такого страшного. Если сравнивать с Питером, там намного все серьезнее. И я могу сказать, что вот у нас даже как-то в Пушкине-Павловске чувствуется разница вот в манере вождения. Ну вот как-то в Питере, не знаю, более агрессивная она что ли какая-то. Все какие-то нервные, злые, какие-то... Никто же тебя не пропустит. Никто там, не знаю, здесь как бы тебя и пропустит. И там, не знаю, там фарами мигнут. Ну, в общем, как-то поспокойнее немножко люди здесь. Видимо, просто действует успокаивающе на психику количество зелени и всего остального. Вот. Может быть, какие-то есть у вас вопросы конкретные, да, там про наши города. Вы пишите в комментариях, задавайте. Я буду отвечать, снимать какие-то ролики. Вот сейчас передо мной там машинки, да, вот сзади, видите, немножко собираются. Но ничего страшного. Я тут, конечно, немножко нарушаю. Но местные все так делают. Вот. А в целом у нас очень классно. Очень много зелени. Все уже распустилось, все цветет. А еще хочу сказать по поводу того, вот, может быть, будет интересно, по поводу водоемов там и где купаться, да. У нас здесь в Пушкине есть такое место, называется оно Колоничка. Но я бы не советовала там, честно, купаться, потому что там вода немножко грязновата. А так вот в 20 минутах езды от Павловска я нашла очень такое приличное место, называется Чистые пруды. Там платный, правда, вход. Вот. Но зато там совершенно такая обособленная такая территория. То есть там есть беседочки отдельные. То есть вы будете отдельно купаться, никто рядом с вами не будет там болтыхаться. Вот. Есть пляжик песочный. Там можно в волейбол, баскетбол поиграть, позагорать. Есть столики, там полянка. В общем, очень симпатичное место. Могу всем порекомендовать. Чистые пруды называется. Вход, по-моему, 150 рублей. Ну вот как-то так. Вот. В общем, пишите в комментариях, что еще интересно. Я про все расскажу. Вот. Буду потихонечку толкаться в пробочках наших. Ну я говорю, что сейчас вот весь отрезок пути, который мне надо протолкаться, но я думаю, не больше 10 минут у меня займет. То есть вот мы так по чуть-чуть потихонечку двигаемся, двигаемся. В общем, ничего страшного. Абсолютно ничего криминального нет. Так что не верьте слухам. Лучше приезжайте сами и посмотрите. У нас единственное, когда бывают пробки, это когда вот какие-то праздники. Там Масленица, какие-то новогодние. Тогда да, к нам со всего Питера там едут люди, конечно, туда. Или там осенью, когда вот выходные, золотая осень. И вот тогда да. Тогда, конечно, на въезд и на выезд, ну так, жестко достаточно. Можно и пару часов протолкаться. Но это буквально несколько дней в году. То есть ничего абсолютно страшного. В общем, если кому-то что-то еще интересно, я буду рада ответить. Пожалуйста, пишите, звоните. В WhatsApp можете писать. Или там ВКонтакте, в Инстаграме. В общем, я есть везде. Вот. Все. Всем счастливо. Всем пока. Всем хороших выходных.